добрый вечер ребята добрый вечер мы надеемся что сегодня все-таки у нас пойдет не так как прошлый раз свет уже не выключат на улице дождя нет ничего не громыхает не полыхает молнии нет ну в принципе погодка хорошая ну и как мы в прошлый раз за время у нас сегодня медицина оказание первой медицинской помощи на дороге короче будем мы из вас обычных водителей делать маленьких медиков ну или преступников в одно из двух что-то одно из двух потому что если что-то неправильно кто-то понял если потом это применит то придется сесть в тюрьму у нас не смогли это само не смахивать иначе вы что-то неправильно поняли вот ну а на самом деле на самом деле это конечно все хорошо на самом деле это то что вам будет нужно и на экзаменах так может и в жизни пригодится кто знает кто знает что этой жизни может пригодится маленький даже от того что вы сейчас услышите когда-нибудь будет зависеть чья-то жизнь на той же дороге кого-то могут и спасет поэтому ну что ж все-таки давайте начнем первая медицинская помощь для вас занятия сегодня будет вести правда в записи записали потому что человека мы не можем постоянно вырывать с его основной работы поэтому он у нас на начале недели записали видео специально для вас лекцию и сейчас мы вам это видео будем демонстрировать зовут врача павел сергеевич это наш преподаватель по медицине в автошколе здравствуйте меня зовут шепелевич павел сергеевич я врач ортопед травматолог практикующий ассистент кафедры хирургических болезней университета имени карази первая тема наша сегодняшняя будет оказание первой медицинской помощи своевременность оказания медицинской помощи почему важно своевременно ее оказывать к чему приводит несвоевременное оказание ну для профессиональных медиков это вопрос такой больше риторический на самом деле смысл оказания медицинской помощи да это вернуть здоровье пациенту к чему приводит несвоевременное оказание этой медицинской помощи да это ухудшение прогноза развития дальнейшего дальнейшего прогноза развития заболевания вот профилактика возможная профилактика осложнений данного заболевания порядок оказания первой помощи следующий то есть в первую очередь мы пациенту обязаны вернуть его так называемые витальные функции то есть вернуть человека к жизни да определить есть ли состояние угрожающей жизни вот а впоследствии уже к более легким повреждениям переходить то есть в первую очередь мы должны оценить дышит ли человек есть ли эффективная сердечная деятельность есть ли какие-либо угрожающие жизнесостояния такие как кровотечение например в первую очередь при оценке состояния больного мы должны оценить его по принципу ABC так называемым Air Breeze проходимость верхних дыхательных путей мы должны оценить насколько они проходимы для того чтобы воздух мог свободно поступать в легкие для этого мы открываем рот смотрим внимательно что в нем находится да удаляем все инородные тела сгустки крови выбитые зубы вот если тяжелое повреждение да то какой-то тканевой детрит удаляем инородные тела если там обнаруживаться также удаляем второе Breeze да дыхание мы должны обеспечить дыхание человеку после того как обеспечили проходимость верхних дыхательных путей этого мы достигаем за счет искусственного дыхания искусственное дыхание в полевых условиях оказывается по двум типам да рот в рот и рот в нос для вас наиболее гигиеничным будет искусственное дыхание рот в нос третий пункт это СИКОР то есть сердечная деятельность добиваемся эффективной сердечной деятельности непрямым массажем сердца в идеале сердечно-лигочная реанимация проводится вдвоем да то есть самостоятельно даже профессиональные медики не каждый могут ее оказывать один человек занимается искусственным дыханием второй занимается непрямым массажем сердцем как выполняется искусственное дыхание мы открываем рот человеку запрокидываем голову вот и выводим кпереди двумя пальцами углы нижней челюсти так называемый тройной прием сафара в реанимации без которого эффективное эффективное искусственное дыхание не получится этот человек который выполняет искусственное дыхание кладет какой-нибудь носовой платок да на рот открывает рот закрывает нос и выдвигает нижнюю челюсть кпереди и выполняет вдохи вдохи полной грудью в рот человеку с частотой 20-30 в минуту надо достигать идеальной частоты конечно же этих цифр добиться очень сложно но к ним нужно стремиться второй человек который выполняет непрямой массаж сердца устанавливает руки под углом 90 градусов кисти под углом 90 градусов вот с прямыми локтями ни в коем случае да не двигаем мы локтями вот всем весом нажимаем на грудную клетку точка на которую воздействует должен человек находится на грудине вот у нас корточка грудина да основание грудины нечевидный отросток грудины делим на три части граница нижней и средней трети грудины это точка на которую воздействует нужно ладонью вот экскурсия грудной клетки должна составлять не менее пяти сантиметров по классике если услышали хруст ребер поломанных при этом это как шутят наши анестезиологи показатель качественной сердечно-легочной реанимации одновременно тот человек который выполняет искусственное дыхание должен контролировать эффективность выполнения сердечно-легочной реанимации потому что каждый шаг неправильно выполненный это смерть пациента как мы оцениваем качество сердечно-легочной реанимации по цвету кожных покровов в первую очередь акроцианоз так называемый то есть цианоз периферических отделов да кончик носа кончики ушей пальцы вот по его развитию то есть если мы правильно выполняем сердечно-легочную реанимацию да у нас начинают розоветь пальчики носик и ушки вот если мы неправильно это делаем то вот этот так называемый акроцианоз увеличивается да увеличивается площадь цианатичных тканей значит что мы чего-то делаем неправильно что-то меня также этот человек который выполняет искусственное дыхание двумя пальцами контролирует пульс на сонной артерии контроль пульса на периферических на центральных артериях очень важен если вы не чувствуете пульсовой волны на сонной артерии при нажатии на грудную клетку это значит что вы неправильно это делаете и значит что человек человеку кислород у нас не поступает как только начинается самостоятельная сердечная деятельность когда восстанавливается сердечный ритм мы обязаны прекратить сердечно-легочную реанимацию мы можем навредить человеку еще больше хотелось бы спросить у вас слышимость нормально пожалуйста напишите напишите если можно слышу вот то что врач объяснял нормально слышно да нормально нас тоже так понятно чтобы нас слышно было так а теперь мы сейчас покажем вам некоторые слайды подобрали специально под тому что вам рассказывал только что врач значит и смотрим вот он непрямой массаж сердца дело в том что врач сказал немножко другие цифры но на экзамене в экзаменационных в билетах будет 100 нажатий хотя здесь тоже немножко другие функции здесь показана работа рудной клетки когда вы нажимаете на сколько чтобы вы ее не проломали прямо до позвоночника вот знаете как в старых мультиках сила есть ума не надо вот далее вот рот в рот дыхание показано освобождение от посторонних предметов потом укладываем определенным образом голову значит объясняю если человек умрет это тюрьма если ничего не делать это не тюрьма под одной простой причине вы не медик и ничего вы делать тоже не можете вы все равно вызрите скорую помощь я так понимаю я так понимаю что в любом случае если увидели допустим ДТП первое что вы сделаете это вызвите скорую помощь правильно а уже потом вы уже посмотрите вы можете что то сделать или не можете но если вы начали делать какую то реанимацию либо же потащили этого человека а он от этого умер именно от этого то это тюрьма ну и давайте а то что вы ничего не делать будете вы меня извините никто вас не заставит делать какую то реанимацию потому что вы не медик. Вы, да, прослушали курс. А может, у вас просто непереносимость крови. Вы сейчас увидите кровь, вы сами потеряете сознание, чтобы самому не умереть. Нет, это, конечно, все, конечно, хорошо, но это вы должны понимать, что вот эти уроки, которые мы сейчас вам даем, это они не говорят, что вы обязаны там кого-то что-то обязательно спасать. Нет. Нет, ребят. Это говорится о том, что если вы усвоили этот урок хорошо, если вы это можете делать, если вы это когда-то делали, и вдруг у вас случится такая ситуация на дороге, то в этом случае, в этом случае вы сможете кому-то, возможно, помочь. Понятно? Вот из-за этого. Ну, во всем случае, можно остановить кровотечение, перетянуть жутом руку. Ну, конечно, горло перетягивать жутом не надо, а вот руку можно перетянуть. Или ногу, там, если вы видели, что открытый перелом. Вот. Поэтому если ничего не делать, это не тюрьма. Вот показано нажатие на крестообразную костью в дною, надавливание, каким образом происходит. Обратите внимание на цифры, потому что они важны будут нам для правильных ответов на билеты. 30 нажатий и 2 дыхания. Или наоборот, я уже не помню. Если 30 дыханий, я думаю, вы сами он уже ляжет, как шарик. Вы сами скоро ляжете рядышком. Дыхание рот в нос. Ну, как я уже говорил тут между нами, я говорю, ребята, когда делаете дыхание рот в нос, постарайтесь с носа не потянуть к себе. Ну, и дальше мы пошли, попередем к переломам. Переломы. Переломы – это травматическое нарушение целостности кости. Переломы классифицируются на открытые переломы и закрытые переломы. Открытые переломы характеризуются тем, что полость перелома связана с окружающей средой. Закрытые переломы, соответственно, полость перелома не связана с окружающей средой. Характерные признаки переломов для обывателя – это патологическая подвижность, то есть возникновение движений в зоне, где их быть не должно в норме, в сегменте, в котором их не должно быть в норме. Это крепитация так называемых костных фрагментов, костный хруст при движении. Мы слышим, как костные фрагменты трутся друг об друга. И нарушение оси конечности, то есть грубо говоря, конечность становится кривой сразу же после травмы, если этого не было до нее. Первая помощь при переломах, как при переломах, так и при вывихах – это адекватное обездвиживание конечностей, иммобилизация так называемая. Обездвиживание конечностей в полевых условиях при ДТП на дороге достигается наложением транспортных шин. У медиков, в машинной скорой помощи эти шины являются табельными, специальными для каждого сегмента, каждой конечности. В нашей ситуации шины чаще всего мы будем использовать импровизированные, то бишь из подручных средств. Шины проще всего делаются из досок, если это верхняя конечность, то из несколько раз свернутого картона легко делаются шины. Также можно из листов фанеры их делать или из какого-то плотного материала. Если это верхняя конечность, то хоть линолеум несколько раз сложить, хорошо его забинтовать, уже получается шина. Правило качественного обездвиживания конечностей классическое – это обездвиживание двух суставов. Один выше повреждения суставов, один ниже повреждения суставов. Тогда мы добьемся абсолютного обездвиживания конечностей. При вывихах помощь оказывается примерно такая же, да, только чаще всего вывих происходит в плечевом суставе, да. Конечность подвешивается на поддерживающую повязочку специальную. Такое же действие при повреждениях плечевой кости, плечевого сегмента. Тут шину уже глобальную какую-то накладывать не надо. Просто прификсировать через голову косыночной повязкой, да. Можно еще и вокруг тела обмотать каким-то туром, несколькими турами бинтов. Вот этого обычно достаточно. При повреждениях позвоночника, при повреждениях особенно шейного отдела позвоночника, крайне важна качественная мобилизация. При повреждениях грудного поясничного отдела позвоночника необходимо пациента укладывать на специальные щиты, да, на картинках. Посмотрите, из досок сбиваются, из двух длинных досок и поперечных сколачивается щит специальный, которому больной бинтание прификсируется. Наиболее предпочтительным является транспортировка пациента на животе при повреждении поясничного и грудного отдела позвоночника. При повреждении шейного отдела позвоночника критически важным является придание физиологичного положения голове, да, то бишь, чтобы у нас не было каких-то ротаций, углов, да, и использование специальных воротников шанса или головодержателей. У нас их, естественно, в машинах ни у кого не будет, вот, поэтому мы их делаем из подручных средств. Из листа картона вырезается полоска картона, да, прорезается под подбородок, участок одевается на шею и бинтом сверху приматывается. То есть довольно эффективный метод. Тактика действий при открытых переломах. Опять же, открытый перелом, да, это перелом, полость которого сообщается с окружающей средой. Для того, чтобы перелом был открытым, не обязательно кость должна торчать, которую вы увидите. Кость может находиться и глубоко в ране. При открытом переломе основное правило, фрагменты, которые вы видите, костей, да, не вправляются, не погружаются обратно в мягкие ткани. Это очень важно, потому что если вы их погрузите обратно, если вы начнете как-то вправлять этот перелом, то микроорганизмы, да, вся грязь у нас поступит глубоко в мягкие ткани, и потом с этой инфекцией будет бороться гораздо сложнее. Основное правило – промыть костные фрагменты, промыть рану. Ну, в идеале это нейтральными антисептиками. Если у вас их под рукой нет, а раны сильно загрязнены, тогда достаточно хотя бы просто проточной водой, обильно промыть проточной водой. Вода из-под крана у нас в любом случае чище, чем с меньшим количеством бактериальных тел, чем земля. Поэтому промывать хотя бы водой из-под крана, ну, хотя бы минеральной водой какой-то. Инородные тела, если вы обнаружили в ране, их удалять нельзя, вот, ни в коем случае, потому что они могут закрывать поврежденный сосуд, да, то есть символировать, закрывать сосуд, закрывать точку повреждения сосуда. Если вы его удалите, это инородное тело, то получите обильное кровотечение, с которым справиться в полевых условиях довольно сложно. После того, как вы промыли рану, при открытом переломе необходимо на эту рану наложить асептическую повязку, то есть чистый стерильный бинтик, да, вот, на нее положить и забинтовать, чтобы дополнительно не загрязнять рану в момент транспортировки. И после этого накладывается уже транспортная мобилизация, накладывается шина. При открытом переломе, после наложения асептической повязки, накладывается иммобилизация. Иммобилизация накладывается в том положении, конечности, в котором она была обнаружена. Мы вправления никакие не совершаем. А единственное исключение, если есть грубая какая-то деформация, там, если стопа возле уха лежит, тогда нужно, конечно же, какую-то ось конечности придать перед наложением иммобилизации. Далее. Действия с человеком без сознания. Вот, как надо поступать с человеком без сознания. В первую очередь, вы не можете исключить наличие у него повреждения, особенно если человек оказался без сознания в результате ДТП. Для начала нужно убедиться в том, сохранны ли его жизненные функции. То бишь, надо проверить наличие дыхания, наличие эффективной сердечной деятельности, наличие дыхания проверяется очень просто. Либо зеркальцем, да, женским, видно, как оно запотевает, когда вы его к рту подносите, к носу, либо перышком таким-нибудь, но обычно видна экскурсия грудной клетки у человека невооруженным глазом. Наличие эффективной сердечной деятельности проверяется наличием пульса на периферических артериях. То есть на лучевой артерии, там, где мы всегда проверяем пульс, обязательно он должен быть. Если его нет на периферической артерии, а есть на центральной, на сонной артерии или на бедренной артерии, это свидетельствует о недостаточной эффективности сердечной деятельности. Надо человеку помогать. В последующем, вот существует два типа людей в экстремальных ситуациях, это гипертоники и гипотоники. Гипотоники это те, которые сразу теряют сознание, млявые становятся, у них падает давление и перестают функционировать эффективно. Гипертоники, наоборот, это те люди, которые сразу же резко берутся за оказание помощи, хватают человека, вытаскивают через закрытые двери на улицу и куда-то его почему-то тянут. Вот такие товарищи гораздо более опасны для человека. Человека без сознания ни в коем случае нельзя двигать, ни в коем случае нельзя поворачивать, пока вы не убедитесь в том, что у него нет повреждений, при которых его передвижения могут нанести ему существенный вред. Как поступать с человеком с травмой грудной клетки? Наиболее опасные повреждения грудной клетки это так называемые пневмотораксы, когда воздух попадает в плевральную полость. Это специальная полость, существующая между ребрами и лёгкими, в которой создаётся отрицательное давление, которое принимает непосредственное участие в акте дыхания. Так вот, если в эту полость попадает воздух, либо из лёгких, тогда этот пневмоторакс называется закрытым, либо из окружающей среды через рану, и тогда он называется открытым, вот эта ситуация наиболее угрожающая для жизни человека, потому что лёгкая полностью спадается и выключается из акта дыхания. Помощь при открытом пневмотораксе, когда имеется рана, вообще как определить, что есть открытый пневмоторакс? Есть рана на грудной клетке, через которую явно слышно движение воздуха, свист, хрюканье какое-то, звук жидкости или свистящие какие-то звуки в момент вдоха человека. Это явный признак того, что эта рана связана с плевральной полостью. Такую рану необходимо в первую очередь герметизировать, то бишь полностью закрыть, наложить так называемую окклезионную повязку. Обычно это кусок целлофана, мощного, плотного, хоть пакет какой-нибудь из супермаркета, наложить на рану и его туго-туго прибинтовать через грудную клетку. Тогда мы устраним движение воздуха через эту рану. При закрытом пневмотораксе вы уже самостоятельно оказать помощь не сможете, там необходима специальная пункция должна выполняться. Вот это уже в момент оказания квалифицированной медицинской помощи выполняется. Ну, я могу сказать одно. Мы тоже тут послушали немножечко. Я могу сказать только одно. В принципе, если вы ногу от уха уберете у человека, я думаю, он точно потеряет сознание. Потому что от болевого шока он точно его потеряет. Ну, а так, в общем-то, все правильно. Единственное, конечно, вот тут врач забыл добавить, что если это внутренняя дисфункция легкого, то в этом случае вы ничего не сделаете. Просто посмотрите, видеть, как человек на ваших глазках будет умирать. Вот. Потому что действительно для этого нужно хотя бы видеть, что нужно делать и как это делать. Уже хотя бы определить, что это оно и есть. Да. Ну, это можно определить, потому что человек будет хрипеть. Будет хрипеть, будет не хватать ему воздуха, он будет на ваших глазах задыхаться. Вот. Поэтому как бы... Да, они делают рахидральный прокол специальный, и воздух поступает уже под волн. Ну, неважно. Этого мы делать, естественно, не будем. И то, что я вам говорил недавяюще, что вытаскивать людей вот так вот с машины быстро и куда-то тащить, даже никуда, если не тащить, просто вытащить и при этом убить. То-то тюльма. А так вот у нас все показано на картиночках, как это все делается. Закрытый перелом, открытый перелом. Правильно я вам сказал. Открытый перелом – это не всегда торчит кость. Это может быть просто... Вы увидите, при переломе просто раз... треснутая кожа льется кровь, а костей не видно. Это тоже может быть такое вот. Вот. Это самое. По поводу позвоночника. Ну, здесь очень сложно. Вот тут показали, да, доски там примотали, все такое. Могут сказать, и честно и конкретно, ни у кого из вас, я не думаю, что вы в машине не возите таких досок. Это, во-первых. Во-вторых, то же самое, как я сказал, взять, допустим, картонку, вырезать для подбородка вот такую полосочку. Ну, нет у меня картонки в машине. Где мне ее взять? Ну, нет. Вот нету и все. Понимаете? Ну, как? Вот палочки показали, на самом палочке наложили на перелом, допустим, шину. Где вы их на улице возьмете? Вы, если ездили по дорогам, то прекрасно должны понимать, в городе вот ездить, здесь вообще все чисто вырезано. А за городом, вы посмотрите, там же в связи с тем, что вот это ж карантин был, народ повычухивал, даже посадки по повырубывали. Поэтому сложно будет что-то где-то обнаружить. Мало того, показали кучу, как красиво это все забинтовывается. Но у нас в аптечке только один бинт. Один маленький рулончик бинта. Никакого антисептика в аптечке нет. Не предрасположено. Поэтому, конечно, это все, конечно, красиво, все правильно, но вот по большому счету вот такая ситуация. Если у кого есть дома машина, подкрутите по своему медицинскую аптечку и посмотрите, что там вообще имеется. Кроме зеленки, йода или бинта, там вата, бинт вата, это тоже, да, нашатырный спирт, это понятно, есть. Таблетки какие-то там есть, да, нейтралицин, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас есть. Вот. До антисептика, я вам сразу говорю, ничего нету этого. Ну, если у вас, допустим, есть в машине бутылка водки, это может служить антисептиком. Только ни в коем случае не давать ее пить потерпевшему. А промыть рану, да, но пить ни в коем случае. И самому тоже. Евгений Анатольевич, добавишь что-нибудь? Да, я хочу спросить, все ли из того, что вы услышали, что рассказывал Павел Сергеевич, да, наш Павел Сергеевич рассказывал. Ребят, я думаю, ничего сложного нет, но хотелось бы уточнить, все ли понятно? Все ли понятно, да, если можно, плюсаните в этот самый чатик, кому понятно, если нет, значит, скажите, просто спросите, что непонятно, мы постараемся каким-то образом вам ответить. Ну, и еще, как бы, это запись этой лекции будет, как обычно, сохранена, и вы сможете к ней неоднократно вернуться, чтобы там, первый раз послушали, что-то одно запомнилось, второй раз послушали, еще добавилось, то есть, я думаю, что раза три прослушал, вы уже четко получите представление. И я думаю, что из всей этой лекции, которая связана с медициной, можно сделать выводы, если вы это делать не умеете, тогда не делайте, то есть, как надо, вам рассказывают, если вы понимаете, я так не смогу, все, тогда от вас только требуется вызов врачей, скорой помощи, потому что, если вы будете делать не так, как рассказано, это может только навредить человека. Невочки, он пишет, да-да, надо слушать и смотреть. Ну да, там надо будет потом пересмотреть, тем более, у вас впереди выходные, будет время, будет желание, посмотрите. Ну, и пойдем дальше. начнем с кровотечения, вернее, продолжим. Следующая наша тема, это кровотечение. Кровотечение, это процесс, да, покидания крови, вот, своей естественной среды, сосудов, да, вот, кровотечение, бывают трех видов, некоторые выделяют четвертый вид. Артериальное, венозное, капиллярное и смешанное. Наиболее распространенной ошибкой является мнение о том, что венозное кровотечение менее опасно, чем капиллярное. Это неправда. Венозное кровотечение из центральных вен по массивности сравнимо с артериальным кровотечением из центральных артерий, потому что в центральных венах давление крови, крови стремится к давлению крови в центральных артериях. Поэтому опасность кровотечения как венозного, так и артериального очень высокая. Как отличить венозное кровотечение от артериального? Помимо цвета крови, при венозном кровотечении кровь будет тёмная, при артериальном кровотечении светло-алая. Конечно, в полевых условиях, в момент оказания медицинской помощи сложно по цвету определиться, особенно в ночное время, особенно человеку, который особо эту кровь не рассматривал никогда в жизни. Очень сложно. Поэтому определяться с источником кровотечения следует по интенсивности крови истечения. При артериальном кровотечении, да, у нас классическую струю в потолок вы не увидите, скорее всего, потому что все кровотечения чаще всего прикрыты тканями какими-то, то есть как в фильмах ужасов не будет. Но при артериальном кровотечении есть одна особенность. Кровь вытекает порциями из раны, толчками она вытекает. Вытекла, перестала, вытекла, перестала, обычно с секундным интервалом. При венозном кровотечении кровь истекает с постоянной скоростью. Это такая основная характеристика, по которой нужно определяться. Массивность кровотечения никакого отношения не имеет к дифференцировке. Когда как при венозном кровотечении может быть массивное кровотечение, так и при артериальном кровотечении может быть массивное кровотечение. Методики остановки кровотечения. Всегда нужно идти от простого к сложному. Большинство людей, не имеющих отношения к медицине, сразу начинают хватать жгут и его куда-то накладывать. Надо начинать от самых простых методик, которые мы с детства знаем. Даже при массивных венозных кровотечениях часто удается достичь остановки кровотечения за счет банальных методов. Первое, это давящая повязка. Давящая повязка на рану, без давящей повязки на рану, никаких других методов использовать не надо и нельзя. Чаще всего обычной давящей повязки достаточно для остановки кровотечения. Второе, возвышенное положение конечности, руку поднять повыше, с источником кровотечения или ногу. Третье, холод банальный, тоже вызывает спазм сосудов и интенсивность кровотечения спадает. Обычно эти методы используются вместе, все комбинированы. То есть давящая повязка, повыше конечность и какой-то мешок со льдом приложить. Этих методов чаще всего достаточно для остановки кровотечения. Если же не удается достичь полной остановки кровотечения, тогда мы уже прибегаем к более серьезным методам. При артериальных кровотечениях, это метод пальцевого прижатия. Мы пальцем приживаем, в медицине это называется, максимальные, ближе к центру, от раны, этот сосуд к какой-то костной структуре. Например, сонная артерия прижимается к сонному бугорку седьмого шейного позвонка. Подключичная артерия за ключицей прижимается к первому ребру. Плечевая артерия позади бицепса прижимается к плечу. Лучевая артерия, там где мы пульс проверяем, прижимается к ладонной поверхности лучевой кости. Далее, следующий эффективный метод, это максимальное положение сгибания в проксимальном суставе. Например, кровотечение из лучевой артерии. Мы подкладываем валик на сгибательную поверхность сустава и максимально сгибаем конечность, еще и забинтовываем ее. Тоже довольно эффективная методика. И вот если все эти методики не помогают, тогда мы уже прибегаем к наложению жгута. Жгуты бывают двух видов. Бывают венозные, бывают артериальные. Венозные жгуты толстые, широкие, но тоненькие, мягенькие, эластичные. Артериальные жгуты наоборот, как резиновые трубки, толстые, мощные, практически не растягивающиеся. При венозном кровотечении венозный жгут накладывается либо прямо на нашу давящую повязку, то есть усиливается давящая повязка еще и жгутом сверху, либо чуть дальше от раны, то есть чуть дальше к периферии. Дистальные мы это в медицине называем. При артериальном кровотечении жгут накладывается выше повреждения. И специальными методиками, там жгут, закрутка такой, существуют жгуты эсмарха. Хотя сейчас уже стандарты НАТО, которые к нам приходят, уже более современные жгуты нам дают. Правила наложения жгута. Жгут накладывается обязательно не на голую кожу, то бишь на какую-то ткань, на какую-то одежду. Резина стягивает сильно кожу, еще больше болевой синдром вызывает. Вообще это очень больно, человеку находиться под жгутом. Ишемические боли одни из самых мощных, тяжелых болей в организме. И поэтому тоже жгут надо максимально быстро снимать. Дальше. Жгут накладывается, как я уже сказал, выше повреждения артериальные. И накладывается с большой интенсивностью, то есть с большим усилием. Артериальные сосуды, они находятся гораздо глубже, чем венозные. Поэтому жгут нужно затягивать гораздо сильнее, чем при венозном кровотечении. Проверяем эффективность наложения жгута наличием пульсации на периферической артерии. То есть если у нас сохраняется пульсация, значит жгут мы наложили некачественно. И основное правило. Необходимо обязательно зафиксировать время наложения жгута. Это фиксируется либо в меддокументации, врачами, скорой помощи. Военное время с зеленкой на лбу писали у раненых. Время наложения жгута, потому что при транспортировках все эти бумажки переходят в другие мира. И очень важно максимально быстро снять жгут. Летом время наложения жгута до двух часов. Зимой до часу максимум. Это очень важно. В переходные периоды обычно все спрашивают сколько времени. Чем быстрее, тем лучше. Пациента с наложенным жгутом, без всякого оформления, сразу же хирурги обычно берут в операционную. То есть максимально быстро надо оказывать помощь, максимально быстро снимать жгут. А потом уже квалифицированным персоналом выполняется окончательная остановка кровотечения специальными операциями, специальными перевязками, пластиками и так далее. Ну, сказать честно, добавить нечего. Конечно, рассказал очень четко. Даже не знаю, что сказать. Это даже для себя. Вещи, которые послушал и не приходилось слушать раньше лекции врача. Я бы, допустим, так бы не рассказал бы то, сто процентов. Потому что действительно, с точки зрения врача, я бы рассказал хорошо, ребят. Вот, в виде кровотечения, венозная, артериальная, венозная, капиллярная, смешанная. Смешанная – это когда и капиллярная может быть, и потом либо венозная, либо артериальная. То есть обычный порез, порезанный кусочек кожи на руке – это уже капиллярная. А если это глубокий порез с разрезом артерии, какой-либо телевены, это уже получается смешанно. Вот здесь показано с точки прижатия. Сказать честно, ну, искать их будет очень сложно на теле человека, если никогда этим не практиковали. Тем более, я скажу, что плюс это все еще будет перемазано в кровище. Конечно, там… В земле, в реальности. Да, там в земле, это может и не в земле, но сам факт. Вот. Вот они как накладываются тяжутые. Закруточки специальные. Вот показали, видите, синяя рука. Это уже человек становится потихоньку зомби. Ну, тут как раз обратите внимание, на рисуночке указано, что через подкладку накладываются жутки. То, о чем было только что сказано. Если не хотите, чтобы ваш потерпевший стал зомби, или еще хуже кем-нибудь. А вот еще, когда обратите внимание, вот этот способ, как с помощью обычного ремня накладывать. Очень действенный метод, скажем так, накладывается мгновенно, а вот снять, потом еще нужно знать, как его снимать. Ну, я думаю, что… Я думаю, хирургия быстренько скальпелем его снимут. Очень-оченько быстренько. Так. А вот, когда оторвало руку, вот видите, это тоже краса наложили. Мы кусочек палочки завернули, палочку хоп-хоп-хоп, завязали и закрутили. Накрутили, закрутили. Я даже не могу себе представить, как бы я себе… Смог бы ли я действовать в такой ситуации, или не смог? Нет, я не в такую действую. Так, давайте переключим картинку как-то. Да, а то Юрий Артуревичу что-то становится плоховасто. А что у нас теперь, чистая граната? Нас показывают, что кровь – это есть кровь. Ладно, давайте дальше слушаем. При сердечном приступе. Ну, поехали. Также довольно частая ситуация при движении транспортных средств – это возникновение у водителя так называемой стенокардии. Ее еще раньше грудной жабой назывались. То есть сердечный приступ, да, сопровождающийся острой болью за грудиной. Довольно угрожающая ситуация, особенно если она наступает в момент движения транспортного средства у водителя за рулем. Как в этой ситуации действовать? Обязательно остановить транспортное средство, да, обязательно его заглушить, не продолжать движение. Уложить человека на землю, дать ему таблетку нитроглицерина под язык. Одну, а то и две, если тяжелая ситуация. Естественно, вызвать скорую помощь. Чем опасности на крови? Да, это явление, которое может предшествовать инфаркту миокарда. Поэтому помощь здесь должна быть оказана вовремя. Мы тут немножко спорили, надо или не надо, но, наверное, не надо. А сейчас давайте все-таки при сердечном приступе. Ну, тут, конечно, я думаю, к врачу добавить нечего. Потому что валидол под язык закинуть человеку, ну, я думаю, это можно. А как ему разжевать четвертинку аспирина? Если учесть, что сейчас в аспирине, блин, и аналитиков-то нету, ну, я не знаю. В принципе, надо разжевать и заплюнуть ему в рот, я так понимаю. Нет, подождите, как бы тут картинка, что человек в сознании. А, то есть, ты можешь сказать, он сам будет жевать? Ну, тоже хорошо. Я думаю, самый лучший вариант, конечно, это самое последнее, это скорая помощь. Вот это самый лучший вариант. Первое, ну, здесь есть, ну, нитролицерин должен быть у вас в аптечке. Вот. Аспирин тоже есть, если вы его вовремя заменили. Дело в том, что таблетки имеют срок годности. Он там у вас есть. Ну, в крайнем случае, отдадите пол таблетки зеленого. Свежий воздух, конечно, да, чем-нибудь помашите, чтобы немножко дуновение какое-то было. Покой, покой, да. Ну, инфаркт, я сразу, я даже не берусь ничего комментировать, потому что это, это жесть. Ну, только скорая. Да. Что-то спасает. Тут, да. Вот видите, вот картинка уже желтая была, вы видели, да? Да, в прошлом, на прошлом, да, там, где кровотечение, там, она была красная. Это вас, мы решили так, вот, наш оператор решил вас так слегка подготовить, чтобы вы понимали, что кровь красная, а инфаркт – это такое, желтая, желтоватая. Ну, да, потому что при инфаркте, тут еще не сказали, что еще и рвоты бывают, после такого кашля. Игорь Борисович, не в курсе, как сердечный приступ от инфаркта? Да, я тоже не в курсе. Я знаю, что и так, и так, ну, всегда, как раз. Так вот написано тут. Борь груди спросить, наверное, конечно. Ну, честно скажу, не могу ответить. Там, конкретно, я думаю, самый лучший вариант – это скорая помощь. Спокойно. Нитроглицерин и скорая помощь. Это, я думаю, самое оптимальное. Ну, и ожоги. Ожоги – это самое такое, я вам скажу, часто попадаемое в ДТПшках, потому что, объясняю, дело в том, что при некоторых ударах разлетаются аккумуляторы, и вот эти вот… Химические. Химические. То есть, кислота попадает на, ну, людям, на лица, на одежду, на руки, ноги, все. Вот. Конечно, да, это жесткая фигня. Я уже не говорю о том, что там, если загорелась машина, чей, получила ожоги. Нет, это не говорю. Но давайте все-таки послушаем. Может быть, что-то можно будет сделать и на дороге для человека, чтобы, ну, хотя бы спасти ему глаза. Слезистую. Да, слушаем. Следующая тема нашего занятия – это ожоги. Ожоги и их последствия. Ожоги – это поражение кожи, возникающее под действием термического либо химического агента. Высокой температуры, да, либо химического агента. Ожоги классифицируются по степеням. Первая, вторая, третья, четвертая степени – термические ожоги. Первая степень характеризуется легким покраснением кожных покровов, да, ну, и, соответственно, всеми болевыми ощущениями. Вторая степень связана с возникновением эпидермальных пузырей, обычно разных размеров, вот мелких, да, очень крупных. Третья степень ожога – это уже некроз более глубоких слоев мягких тканей, да, подкожно-жировой клетчатки, мышечного слоя. Четвертая степень ожога – это полное обугливание, да, до кости, то бишь, полное термическое разложение мягких тканей. Особенности химического ожога заключаются в том, что сразу же наступает, отсутствует вторая степень, отсутствует пузырение кожи, да, то бишь, либо это первая степень легкое покраснение, либо уже извязление, которое характерно для третьей степени. Первая помощь при ожогах термических, естественно, в первую очередь, да, устранить воздействие высокой температуры на кожу. И обязательно наложить асептическую повязку, обязательно надо обезопасить вот эту зону ожога от действия микроорганизмов, то бишь, относительно стерильные условия создать для ожога. Что такое ожог? Ожог – это некротизированные ткани, которые являются, по сути, белком, да, белковым детритом. Это шикарный коктейль для бактерий, поэтому обожженные ткани очень быстро нагнаиваются, очень быстро некротизируются, поэтому надо не дать доступ бактериям попасть к ним. Вот, то бишь, заизолировать максимально обожженный участок, наложить асептическую повязку. Спирт содержащий, со спирт содержащими антисептиками. И еще хотел сказать, что при второй степени ожогов, когда появляются пузыри, ни в коем случае их не нужно вскрывать, удалять эту кожу, которая над ними находится, только обрабатывать антисептиками и максимально закрывать. При химических ожогах первая помощь, да, это обработка пораженного участка кожи, ну, противоположным веществом, да, то бишь, если это кислотные ожоги, то щелочную, да, обработать мыльным раствором мыла, это легкий щелочной раствор. Если это, наоборот, щелочные ожоги, да, то легким кислым раствором, там, легким раствором лимонного сока можно промыть. Но, если вы не знаете, каким химическим веществом получен ожог, тогда просто обильное промывание проточной, чистой проточной водой, вот, либо нейтральными антисептиками и точно так же наложение септической повязки. Ну, в принципе, что могу сказать по поводу ожогов? Да, химические ожоги, ну, тут, ну, как вы, допустим, в дороге поймете, это кислота или что, чем, от чего произошел химический ожог? Понимаете, то есть это может быть кислота, это может быть хладаген с кондиционера. Кто его знает, что это? Обычно, как бы, нам правила дорожного движения трактуют, что лучше промыть просто водой, хорошенечко промыть водой. Вот такой вот. Естественно, да, вызвать врача, хорошенько промыть водой, антисептическую повязку, ну, это обычный бинт, обмотать бинтом просто это место. Вот там, где термический ожог спиртовым, ну, во-первых, в аптечке этого нет, спиртовой повязки в аптечке нет. Ну, я бы не советовал, представляете, что такое ожог, ожог, допустим, промывать антисептиком на спиртовой основе, ну, это вообще жесть. Это человек будет орать, как бешеный, как сумасшедший. Поэтому, да, промыть водой, повязочку, если можно, вы наложите и обязательно скорую вызывайте. Это будет самое правильное. Так. Ну что ж, что-то добавишь? Пожалуйста. Не, я считаю, что ожоги это, особенно первая-второй степени, это то, с чем уже многие люди сталкивались, знают уже по истории, да. В жизни уже у каждого имеется свой, даже, наверное, мини-ожоговый опыт. Давайте сейчас еще, знаете, что послушаем? О том, чего жрать нельзя, чего можно отравиться в дороге. Часто у нас наши водители, когда едут куда-нибудь, стараются при дорожных забегалках чего-нибудь поесть. И потом получают пищевое отравление. И бывает так, что не только водитель пищевое отравление получает, но и всех, кто жрал эту гадость, сидящих рядом с ним. Вся семья. И вот представьте, что у кого-то это чуть сильнее будет выражено, у кого-то чуть слабее, чтобы кто-то, хотя бы кто-то знал, что делать, если, допустим, пошло пищевое отравление. Ну, то, что остановить машину, то само собой, вы выползти как-нибудь из машины, чтобы не заблевать все в машине до окончательного, это само собой. Ну, а что делать дальше, как все это произвести, мы сейчас Варварович нам расскажет, мы сейчас это все увидим. Вот. Что является нейтральным антисептиком перекиси хлоргексидин? Хлоргексидин, вот говорят мне, хлоргексидин. Честно сказать, я лично не знаю, но я понимаю хлоргексидин. Уже так вам сказали. Так, вот. Ну, и давайте послушаем действия при пищевом отравлении. Тоже, в принципе, нужная штука, знать в дороге. Это, я думаю, всем понравится. Следующая тема нашего занятия – это действия при пищевом и токсическом отравлении. Действия при пищевом отравлении классические, да, то бишь, нужно удалить полностью содержимое желудочно-кишечного тракта, да. Содержимое желудочно-кишечного тракта, да, промывание желудка легким раствором марганцовки, либо активированным углем, либо любыми другими сорбентами. В большом количестве человек выпивает жидкость, либо же, если он без сознания находится, то устанавливается желудочный зон, через который заливается большое количество жидкости. Потом, путем вызывания рвотного рефлекса, оно удаляется из желудка. Если токсин уже прошел в более дистальные отделы желудочно-кишечного тракта, тогда высокие очистительные сифонные клизмы. Также при токсическом отравлении и при пищевом отравлении, когда возникает, когда уже токсины попадают в кровь, то необходимо, конечно же, использование сорбентов в крови, да, либо массивная инфузионная терапия. То есть много жидкостей нужно капать человеку для того, чтобы через нашу почку, через нашу печень эта жидкость отфильтровалась. То есть токсины у нас как поступают через естественные отверстия, так и должны удаляться через естественные отверстия. Чтобы они удалились, должно находиться в организме очень много жидкости, которая будет их вымывать из организма. Действия при токсических отравлениях, при использовании транспортных средств. Наиболее частым токсическим отравлением при эксплуатации транспортного средства является отравление либо парами бензина, либо угарным газом. И при том случае, и при втором случае необходимо полностью, да, обеспечить свежий воздух человеку, то есть вынести человека из гаража. Промыть, дать ему обильное питье, ну, естественно, вызвать скорую помощь. При отравлении угарным газом существует опасность жизни человека, так как угарный газ связывает наш гемоглобин, не дает ему больше переносить кислород. Поэтому чем больше человек получил угарного газа, тем меньше у него своего гемоглобина осталось, который может функционировать. Поэтому первая помощь при отравлении угарным газом – это массивное переливание крови. То есть необходимо обеспечить человека новым гемоглобином. Ну, ребят, скажу, что хочу сказать вот по поводу пищевого отравления. Значит, ребят, ну, я не знаю, где вы будете искать лейку и шлангу, это все, конечно, хорошо, но просто дать человеку напиться воды как можно больше. А потом два пальца в рот – это стандартный вариант. Ну, активированный уголь, конечно, не знаю, все знают. Активированный уголь – это уже потом. Когда человек выхаркивает все, что он там сажал нехорошего, вот. Когда вы увидите, что он уже с горла начнет лезть кишки, вы пальцем запихиваете кишки, да, и потом это самое, уже давайте, ну, этот самый, активированный уголь. Эта марганцовка не нужна, Господи, я вас умоляю. Просто обычной воды, хотя бы просто воды, жидкости, то есть вот то, что человек сажрал плохого на обед, там, или на ужин, или на завтрак, понимаете, то есть вот то, что было плохое, оно в желудке осталось, частично что-то растворилось. Но это все там в такой, как бы, каша, как вот глина размягшая. Туда добавить просто жидкости, чтобы это все размягчалось более-менее. И два пальца в рот, чтобы человек это все выпрямил назад. Поэтому марганцовка – это как бы не вариант. Ну, нету есть сейчас нигде. Даже в аптечках у нас ее нету. Вот. Это, естественно, да, самый оптимальный вариант. Потому что заливать лейку, шлангу, где вы ее возьмете на дороге? На дороге этого нигде нет. Вот. Ну, это хорошо, если у вас вместо жута будет просто шланг. Ну, не факт, что у вас есть лейка, и будете как-то ему в рот заливать. Естественно, он будет плеваться и кричать, что идите все отсюда. Вот. Поэтому лучше пусть человек просто напьется хорошенько, где-то пол-литра-литра воды выпьет, и два пальца пошел. Активируем это уже потом, когда уже человек полностью освободит кишечник. Ну, и если человеку не полегчало, обычно пусть это всегда легчает. Пусть это всегда легчает. Вот. Ну, конечно, обратиться к врачу, ну, я думаю, пока вы даете до лечебного учреждения, все пройдет, а мы жесткие люди. Раз прошло, значит, все нормально, никуда не надо. Вот. По поводу отравления угарными газами или бензином, ну, да, тут, конечно... Все начинается со свежего воздуха. Все начинается только со свежего воздуха. Обязательно. Я сразу говорю, переливание никто вас не заставляет делать. Это, конечно, врач сказал, то, как это должно быть, ну, с точки зрения врача. С точки зрения врача. А где вы возьмете переливать кровь? Свою же не будете переливать? Мало того, а какая группа какая? А что? Да и как это все? Нет, это все, конечно, хорошо, но это неправильно. Вот. Поэтому, да, самое главное, это воздух. Да, и смотрите, в воздухе, если человек без сознания, конечно же, искусственное дыхание делает. Ну, если не дышит. Естественно, да. То есть это уже, значит, капанул нормально. Передоз. Поэтому, да, сразу искусственное дыхание побольше воздуха накачать ему туда. Поэтому здесь у нас на картинке снова напоминалочка вам, как мы делаем искусственное дыхание. Вот. Вот. Короче, и давайте мы сейчас остановимся на том. На интересном. Да, на очень интересном. Ну, такое уж и не надо. Влияние алкоголя, наркотиков и лекарств и лекарств на управление вашим автомобилем. На восприятие человеком окружающей обстановки. Хочу сразу сказать. То, что мы вам сейчас покажем, я, конечно, был против. Против. Поэтому, поэтому, поэтому мы вам все-таки покажем. Это есть в книжках, по методичке обучения есть. Вот. Но хочу сразу сказать. Штраф 34, 60, сколько там, 67, да? От 34 до 67 тысяч гривен за управление под алкоголем или наркотой. И лишение прав от года до двух. Хотя, вот, буквально две недели назад рассказывали, что усилят, не знаю, приняли закон. Приняли закон. А, приняли. Приняли закон. Уже приняли закон. Поэтому, то, что мы вам сейчас расскажем, а еще и покажем, покажем. Я вам сразу говорю, бред. Если хоть кто-то из вас придет под перегаром на вождение, я сразу говорю, инструктора просто выгонят. Вот. А сейчас мы просто рассказываем, врачам рассказывают все-таки, как это все влияет на нас. Последняя тема нашего занятия – это управление транспортным средством под воздействием легких и тяжелых наркотиков, к которым в том числе относится и алкоголь. Необходимо понимать, что не существует ни одного наркотического средства, которое ускоряет нашу реакцию, которое заостряет наше внимание, как бы нам это ни казалось. Проводились тесты со всеми наркотиками. Все наркотики и алкоголь в том числе, они увеличивают скорость, уменьшают скорость реакции. То бишь человек не может адекватно реагировать на какие-то ситуации, которые возникли при движении транспортного средства. Не существует веществ, которые увеличивают скорость движения человека, увеличивают скорость мозговой деятельности. Они все их притупляют. Поэтому любое вещество, которое влияет на психику, алкоголь, наркотики и многие медицинские препараты, противопоказано употреблять при использовании транспортного средства. Вот сейчас у вас картиночка скорость реакции у трезвого водителя и пьяного. Насколько это все дело происходит? Вот так на картиночке это все видно. Показан пешеход и показано кегля. Вот так это все и срабатывает. Как раз позвонит трезвого водителя. Ну, в принципе, агрессивно идет машину, тормозит, едет непонятно как. Ну, вот это, как правило, то, что и есть. Ну, и сейчас нам оператор не закинет картиночку, то, что я обещал, да? Вот. Вот. Ну, могу сказать только одно. Ребята, по воздействиям алкоголя, либо наркотических, тактических веществ, снижается реакция. Однозначно. Однозначно. При ДТП без разрешения врача запрещено давать кому-либо из пострадавших алкоголя. Могу сказать только одно. Врач иногда назначает алкоголь. Даже не просто назначает, а часто иногда же вливает в рот потерпевшим. Ну, это врач скорой помощи, либо же есть врач, который определенно врач. При черепно-мозговых травмах, да, есть такое, что вливает. Но нам этого делать не надо. Нам этого делать нельзя. Для чего? Я объясню. Алкоголь отключает нервные окончания, чтобы человек не умер от шока, болевого. Вливает алкоголь в чеку. Либо же перорально, либо же внутривенно. Я не помню, как они это делают, но как-то делают. Вот. Поэтому ни в коем случае вам этого делать при ДТП не надо. А то вот такую подлянку сделать от человека, чтобы потом он долго будет вас вспоминать. И вот у нас есть сейчас, мы закинем картиночку. Ну, все это у нас такое индивидуальное. Ну, я вам сразу скажу так. Никаких индивидуальных, все это бред, не верите этому ничего. Потому что тут написано, закидываем кобличку. А, она уже у нас сверху есть, да? Вот. Пиво пол-литра. Полтора часа. Ребята, перегар будет очень долго. Вино, водка, абсцент, я сразу говорю, 20,5 часа, бред. Бред. Выпейте 100 грамм водки в 9 часов утра, к примеру. Вообще, кто пьет так рано утро водку, не знаю. Ну, ладно, в обед, допустим, в 2 часа дня, выпейте 100 грамм водки. Я могу сказать только одно. В 9 часов у вас еще будет перегар. Если раньше было 10 тысяч и решение на год, четкое решение на год, то сейчас уже начали и приняли закон от 34 до 60, по-моему, 7 тысяч гривен штраф официальный, плюс лишение водительского удостоверения от года до 2. Ну, да, по-любому будет у вас пересдача. По-любому. В любом случае. Водка не будет, да. В любом случае. Мало того, скажу больше, такси дешевле, чем садиться за руль. Такси дешевле. Поэтому то, что мы закидывали, я не хотел вам показывать, честно скажу. Нашим людям такое показывать не надо, потому что я прекрасно понимаю, кто-то из вас приперется с перегаром. В каждой группе какой-нибудь умник находится, который, что же я буду терять вождение, хотя до 3 часов бухал. Кстати, девочки очень часто. Очень часто попадается, что приходят девочки, но девочки более сознательно, они говорят, что я до 3 часов бухала. Мы можем как-то там это сомневаться? Да, можем. Все. Понимаете? А парни? А парни нет. Я же приду, я же потеряю занятия. А как же так? А с перегаром ты пришел, ты сейчас, тебе лупанул 130-ю статью за управление автомобилем в нетризмом состоянии. И мне за передачу управления лицом в нетризмом состоянии. Нормальный ход? Двоим. Сразу ты себя и меня подставляешь, как преподавателя. Но я вам считаю, я скажу честно, не по-человечески неправильно. Поэтому ваши мастера, конечно, они на это дело уже натасканные, конечно. Но все равно постарайтесь такие вещи не делать. Поверьте мне. Лучше потерять одно занятие, чем потерять еще 2 года своей жизни, а потом все по новой переиздавать и все это дело колоссально. Эти права будут просто золотые. Так, ну у нас уже... Ну что, ребята, вы сейчас... Павла Сергеевича занятие уже закончил. Да. Значит, ребята, вы сейчас и мы с вами сейчас прослушали курс лекции по оказанию первой медицинской помощи на дороге. На дороге. То, что может произойти при ДТП. Сразу хочу сказать, если вы... Правильно я ее не открыл, я сказал. Если вы этого не умеете делать, если вы это никогда не делали, лучше не делайте. Вызвать скорую помощь обязательно. Потому что сами потом себе будете корить, почему не вызвать. Если вызвал на 5 минут раньше, людей бы спасли. Поэтому обязательно. Увидели, едете, случается какое-то ДТП, увидели, что ДТП... Вызвайте скорую, остановитесь и вызывайте скорую. Потом идете, смотрите. Если можно, сразу достали, быстренько знак аварийной остановки, у себя включили аварийку. Подошли, оградили место своим знаком. Потом уже, когда увидите, живые и неживые, тогда уже можно будет их достать знак аварийной остановки, поставить свой забрать. Скорую помощь обязательно. Я знаю, что даже за городом они стараются приехать как бы по-быстрее. Они с ближайшего населенного пункта прилетают. Поэтому, ну а сами смотрите. Дело в том, что если вы не остановите кровотечение, тоже кровотечение, человек просто через, буквально через несколько, через очень маленькое, короткое время, даже меньше, чем там 2-3 минуты, он просто вытечет кровью и умрет у вас на глазах. Тихо-тихо, тихо, умрет. Вот. Поэтому от вас может зависеть чья-то жизнь. Мы не просто так показали. Я думаю, повязку наложить выше, допустим, раны, с которой пульсирует кровь, затянуть ее посильнее. Натянуть посильнее. При этом вы увидите, как будет останавливаться кровь. Это не сложно. Да, конечно, это страшно смотреть на крово, на красное, она пульсирует, это рано. Ну, понятно, многие к этому не готовы. Но просто поймите одну маленькую вещь. От ваших действий зависит чья-то жизнь. А у этого человека может быть дети, может быть любимая жена, или женщина, или любимая собака. Понятно, да? Которые тоже будут очень о нем скучать. Вот, пожалуй, и все. Так, хотелось бы напомнить, как бы, что коснется билетов, что у нас действия при первой помощи, что мы первую помощь оказываем только тогда, когда для нас отсутствует опасность. То есть в билетах сказано так, что один человек погибнет или два, то есть выбирает из двух зол меньше. Поэтому первую помощь оказываем при отсутствии опасности. Второе необычное в билетах, это что у нас есть, это как определить, что остановилось сердце. Ну, вот это воспринимайте, я воспринимаю это как, ну, та необычность, которую просто нужно запомнить для правильной сдачи экзамена в ГАИ. Так вот, остановка сердца в билетах, говорится, что определяется по отсутствию дыхания. Ну, для меня это кажется нелогичным почему-то. Ну, во-первых, дыхание, во-вторых, не должны быть сердечные сокращения на артерию. Да, ну, вот правильный ответ в билетах звучит, отсутствие дыхания. Вот это необычность, обращаю внимание. Так, жгуты мы, 5-7 сантиметров у нас циферки проскакают. Да, вот равность. Так, что касается массажа сердца, искусственного дыхания, мы там, давайте я скажу такую фразу, когда нам нужно будет выбрать цифры, а там будут три варианта приведены с различными цифрами. Фраза звучит так, чем больше, тем лучше, то есть выбираем для правильного ответа максимальные цифры. Ну, и еще будет такое необычное, что касается билетов, это, какую травму в первую очередь нужно подозревать у мотоциклиста. Это билет такой. Да, так вот, травма, да, травма шеи. Ну, скажем так, мотоциклисты при своих падениях чаще всего ломают шею. Это не то, что они там ломают, это я вам говорю, как звучит правильный ответ в билетах. Ну, и, скажем так, присутствуют фразы «стабильное положение», это тоже из правильных ответов. Я думаю, люди зайдут на воде ЮА, посмотрят билеты. Отренируются, да, пообсуждают. Интересные билеты, зайди и посмотрите, я вам рекомендую. Ну, в перерывах между покупаться, выпить пиво, пообщаться с подружкой, ну, там, или чего-нибудь легче. Или с подружкой будет тема, о чем пообщаться. Да, 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 если вы будете. Да, может, подружка что-нибудь подскажет интересного. Вот, ребята, ну, наш курс лекции с вами подошел к концу. При этом было провести с вами время немножко рассказать что-то от себя, что-то с книжки правил дорожного движения. Это последнее занятие, да, сегодня мы с вами прощаемся, дальше у вас начнется вождение. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, всего хорошего вам. Видео можно будет посмотреть еще раз, но у нас все равно будут еще записи. Тем более у нас выходные. Да, еще хотелось бы людей успокоить по поводу вождения. Смотрите, инструктора сейчас занимаются, выкатывают предыдущую группу. Как только начинают выпадать в свободные места, сразу вас примерно по очереди там прозванивает и начинают тоже подключать к вождению. Ребят, войдите просто в нормальном, просто в положении. Смотрите, просто за счет того, что выбили два месяца вот этим карантином, выбили просто конкретно, ребята сейчас, инструктора просто задыхаются. Не нужно сейчас обрывать телефоны, Олю там терроризировать, вот, мы закончили теорию, начнется... Просто поймите нас правильно. Ребят, всем будет, всех, у всех начнется вождение, у всех. Просто я же говорю, ребята, инструкторы просто задыхаются. Они работают с утра до ночи. Их просто уже жалко. Поэтому, пожалуйста, войдите в наше положение, никто без вождений от нас не уйдет. Все пройдут в курс вождения, со всеми, вы все пойдете в ГАИ, в любом случае. Просто-напросто, ребят, ну, сразу 60 человек. Ну, вот они сейчас закатывали 60 человек, ну, очень нереально. Их всего лишь, там, три человека. На сейчас. Ребята, Данчик говорит, а можно будет сделать график под мои выходные? Представьте, что у ваших инструкторов всего один выходной. Вы хотите его решить? Они работают с 7 и до 8, до 9 вечера. Скажите, вы хотите этого выходного? Игорь Борисович, я считаю... Вы, я думаю, давайте так, в рабочем порядке. С инструкторами. Вы с инструктором все решите. В рабочем порядке. Я думаю, компромиссы всегда можно найти. Всегда. Любые. Кто-то может выйти, допустим, в обед. Кто-то может до работы пойти на занятия. То есть, мастера у нас не говорят, у меня вот есть в 12 часов, ты пойдешь на 12. Они спрашивают, у меня, допустим, сегодня есть на 12 часов, завтра есть на 2 часа, там, посевер на 9-30, там, вот так. То есть, а вы уже смотрите, как вам удобно. Удобно вам вот так, вот так. Вот неудобно, значит, вот так. Вы поняли? Ну, это не к нам разговор, да? Да, это как бы вы с мастерами все в рабочем порядке решите. Просто я жарю, вы идите в наше положение, пожалуйста, не надо обрывать телефон Ольги, там. Ну, я понимаю, да, теорию мы закончили, все. Просто жарю. Сейчас выкатывается группа, это та группа, которая занималась, вот так как онлайн, как с вами, она занималась, конец марта, когда только-только начался карантин, когда перекатили, транспорт перестал ездить, и все такое. Вот эта группа сейчас заканчивает заниматься. Ну что, будем прощаться тогда с вами. Ребята, тогда мы с вами прощаемся. В принципе, с кем-то из нас вы еще встретитесь на площадке Малышева во время вождения. Ну, скорее всего, что со мной. Вени Артуревич туда редко заезжает, но я там частенько бываю. Поэтому, как бы, еще с кем-то мы увидимся. Я могу сказать, что Игоря Борисовича, наверное, узнает каждый ученик, а вот Игорь Борисович, наверное, никакого ученика в лицо и не признает сходу. Конечно. Конечно, никого это не видел. Последовательность? Последовательность. Объясните последовательность. Последовательность чего? Вождение после ГАИ или еще вновлении экзамена? А как вас узнаете? А, как вы нас узнаете? Так, я вас не узнаю, вы меня узнаете, а я вас узнаю, потому что вы будете у наших мастеров, инструкторов. Так, смотрите, значит, по поводу этих вопросов. Последовательность такая. Вы отъезжаете полностью все положенное время по вождению, дальше внутренний экзамен, и после этого Оля компонует в группу, и вы идете с ней взывать экзамен ГАИ. Может быть, будем кто-то из нас, может быть, из нас никто не будет, может быть, будут преподавать инструктора ваши, может быть, и нет. Вот, где находятся площадки? Площадка метро завода имени Малышева. Если кто знает, это напротив роста, большая площадка, там еще партнерку, пионер. Вот. Вот. Ну, я думаю, Оля, когда вам будет звонить и говорить о вождении, вы, она, во-первых, скажет, к какому мастеру попали, то скажите, это самое. Или же это будут ваши мастера звонить, он говорит, что вы у него на вождении, он расскажет, куда подойти, во сколько времени, вот. И начнется уже вождение. Поэтому я думаю, что, пожалуйста, не тираньте Олю хотя бы недельку, ну, две. Потому что ребятам надо дать немножко времени, чтобы они закончили эту группу. Вот. И они сразу начнут всех вас. Так, еще какие-то есть вопросики? Да, если еще есть вопросы, задавайте. Ну, а если нет, сейчас ждем. Так, на этом... Давайте так, если у кого нет вопросика, уже тогда вы... Какую фразу? До свидания, да, будем писать? До свидания, ребята. Всего доброго. Хороших выходных. Хорошего вам вождения. Спокойных. Солнечных дней. Всего доброго. До свидания. Мы еще увидимся. До свидания. Всего доброго.